Илья, есть у тебя, Илья гитарист, потрясающий, мы как раз изучаем подобную музыку, современную фьюжн. Илья, есть у тебя какие-нибудь вопросы к Михе? Слушаем тебя. Привет, Мих. Я тоже играю в фьюжн, но мне больше нравится там Тим Миллер. Какие игроки фьюжновые на тебя повлияли? И пользуешься ли ты концепцией Тим Миллера? Хороший вопрос. Ну, я думаю, наверное, мне нравятся чуваки, которые нравятся, наверное, большинству гитаристов. Я вообще начинал, вот, впервые, когда-то в детстве на видеокассете мне попался Джо Сатриани. Но тогда я еще не понял, что это Джо Сатриани. А потом, когда подрос, мне была интересна его музыка. Потом узнал, кто такой Стив Вай. А потом я узнал, кто такой Грэг Хоу. А потом я начал слушать, короче, Фрэнка Гэмбела. А потом Алана Холсворда, короче. А потом еще Скотта Хендерсона вообще мне очень нравится. Трибл Тэч вообще, блин. Peace and love. Блин. И, ну, на самом деле, их не честь. Их просто овер дофига. Ну, вот, например, на сегодняшний день мой идол, наверное, гитарный. Не знаю, слушает его еще кто-то. Вот, Бен Энсон. Я просто сейчас в голове себе даже думаю. Блин, может мне пластическую операцию сделать по удлинению пальцев, короче. Бен, это на коваре. Сразу сказать, я не знаю, кто такой Бен Энсон. Пожалуйста, Жуш, по окончанию стрима в Багистату скиньте ссылочку этого прекрасного, наверняка, потрясающего гитариста, раз Миха так играет, и он нам его рекомендует. Рекомендации от Михи. А здесь дам свой комментарий, если дадите, пожалуйста, у нас все-таки стрим общения. Да, мы как будто бы все на диванчике сидим, все общаемся, но упорядоченно. Не так, как Миха Сусакорда играет. Не так сложно, более примитивно. Смотрите, у меня абсолютно на 90% аналогичная ситуация. Знакомство в Сатриане. Ну, конечно, первое было это Ван Халин, мои лет 10. Вот, мир перебернулся, то и после. А когда появился первый CD, уже мама с работы принесла и диск от ее какого-то знакомого, Джо Сатриане, я застыну на полгода просто на прослушивании только этого CD. То есть это просто попадание в другую вселенную навсегда. Потом ты узнаешь, что, соответственно, остивая, появляется уже видеокассета, и ты просто охреневаешь в 12 лет, вообще в 13. Что это такое просто? Это шок. Шоковый контент. Ну, а потом, да, в этот момент, потому что, на самом деле, как, Миха, я думаю, ты сейчас подтвердишь так или иначе мои слова, что мы в музыке, сатриане, снивая, начинаем наблюдать элементы уже фьюжина, то есть джаза. Что-то не рокерское появляется, что-то экзотическое, поэтому для нас это звучит как новая миссия. И мы выходим на Грег Хоуа тем самым. Джаз-рок. Его как, хоть и фьюжин называют, но все-таки это джаз-рок. Он все-таки как рокер играет. А в этом плане, по звуку, нам как раз и нравится, как этот оппозиция для него, противосторонняя сторона, именно гамбали. Рокерский тот же звук, но уже конкретно фьюжиновая, не рокерская фразировка. Мало рока, больше джаза. И там у нас хроматики, beautiful course пошли, да, и так далее. Вот у меня был абсолютно так же исторический рост от гитариста к гитаристу, от стиля к стиле, как у Михи. И это удивительно. Мы, получается, одного практически возраста, мне 34, вот. Мы очень друг от друга, я из Сибири, из Томской области, Миха с Украины, вот. Но смотрим, что сходство биографическое получается. И мы это наблюдаем, кстати, очень много раз со многими моими друзьями, людьми. Для того же Жени Побожьего у него такой же путь. Потому что с Женей Побожьим я с 11 лет вместе в одной школе мы учимся и с 11 лет вместе играем. И мы слушали одно и то же и переходили через видеокассеты и CD-диски также на последующие уровни. Да, и в принципе, вот, Грек Хоу, Фрэн Гамбали, это тот самый сертифильный путь, с которого начинается а-ля типа джаз.